В таком формате встреча с губернатором проходит впервые, что называется, без посредников, лицом к лицу. Не общественная организация или движение. Чтобы донести до власти конкретные проблемы, простые люди объединились в группы. От каждой по одному представителю. Всего 12 человек. В начале встречи губернатор подмечает, активистов чиновники не жалуют, ведь те всегда задают неудобные вопросы и требуют реального решения наболевших проблем. Но именно такие люди своим упорством и заставляют власти на местах действовать, напоминает госслужащим Вениамин Кондратьев. Назовите мне хоть один вопрос, который они продняли, он не соответствует реальности, действительности или интересам горожан, или интересам жителей края. Хоть один назовите. Их нет. А мы говорим, их надо куда-то, где-то, что-то как-то. Это просто неудобно. Они нам неудобны. Я не знаю, как вам мне удобны. Вам, может быть, коллеги, неудобны. Тогда мне будет с вами неудобно. Напротив активистов губернатор специально посадил своих заместителей, мэра Краснодара и руководителей краевых министерств, чтобы ответы не затерялись в чиновничьих отчетах. Вопросов больше десятка, но все они почти об одном. Неконтролируемая застройка города. Практически в любых местах, даже без разрешений. В 2012 году началось строительство многоэтажного 19-этажного дома в рекреационной зоне, в зеленой зоне, в акватории озера. Практически берег был срыт, залита бетонная подушка, и этот огромный многоэтажный комплекс возводится на дне озера. Карусуны – это сегодня является украшением города. – Зачем мы создаем вот эти красивые виды? Для того, чтобы часть домов, которые его обгородят, возьмет в цепь, карусуны наблюдали своих окон, а горожане вообще, проезжая мимо этих домов, ничего не увидят? Или как? – На остальной территории строиться не будет. – А что там будет? А давайте там парк разобьем. – Вот мы сегодня как раз в этой программе рекреационной зоны заменяем эти дома на парк. К сожалению, в последние несколько лет зелени в Краснодаре становится меньше. Вадим Жилин в город переехал из Казахстана. Губернатору рассказывает, бетона с того времени стало больше, а вот парков и скверов – меньше. В микрорайоне Молодежный, где живет мужчина, люди пытаются отстоять зеленые зоны, которые настойчиво пробуют застроить. – Граждане просят вот в этом варианте полностью весь участок оставить детский сад, церковь и парк. – Четыре гектара зеленой зоны – это мало, это ничто. Вот здесь я согласен с ним, полностью согласен. Я не знаю, что там скажут граждане, но я на их месте бы никогда в жизни не поддержал ничего, кроме парка. Потому что даже с колясками пойти-то пулять некуда сегодня. У нас манера в Краснодаре – застраивать все и вся, а потом мы жилье создаем, а жизнь не создаем. – У нас там есть протокол, который идет с прошлого года, по которому мы там обязались решать социальные вопросы. – Я что боюсь, что мы детям только протоколы оставим? – У нас есть протокол, только протоколы. Рассказали губернатору и об идее жителей Восточно-Кругляковского микрорайона дать ему другое название. – Местный житель называем его микрорайон Героев, потому что там улицы названы в честь героев современных, Веркиева, Якова и так далее. И мало того, мы в том числе выступаем к вам с просьбой поддержать нашу инициативу и переименовать этот микрорайон, микрорайон Героев. И напоследок, в народе есть приметы, как только вы приезжаете к нам, то сразу все работает. Поэтому мы вас в том числе приглашаем к нам на район. Оба предложения Венемин Кондратьев одобрил и добавил – хорошо, если работа продолжается и после того, как губернатор уезжает. – Мы не можем жить порзень от народа. Не можем. Мы не можем жить в отдельно обособленных кабинетах и в служебных автомобилях. Не можем, потому что мы и есть те, которые на самом деле должны первые реагировать на то, о чем они говорят. Люди, жители нашего края. По-другому быть не может. Слишком увеличивается разница между народом и властью. А это вообще путь в никуда. Мы должны дать правила игры. Я с уважением отношусь к бизнесу строительному. Но они должны по этим правилам играть. Хотя отыграет, не играет – это уже зона ответственности тех, кто хочет эти правила нарушить. Но мы сами ни за какие деньги, коллеги, эти правила нарушать не будем. В заключении глава региона пожелал активистам и чиновникам работать в связке. Ведь многие проблемы без помощи государства решить сложно. Зато общественность о них зачастую знает лучше, чем казенные структуры. И однозначно, без развития гражданского общества не добиться ни модернизации экономики, ни изменений к лучшему в социальной сфере. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.